весь паркинг пустой все сидят дома никто никуда не уходит обычно здесь всегда все забито там еще есть три этажа ниже там вообще все пустое запарковался здесь сейчас пойду в аптеку гляну себе для носа капли и поеду потом на почту блин не могу найти то что мне нужен вот мне нужен синупред чувак сказал что уже нету точнее он сказал что никогда не видел получается его на ebay тогда куплю и все через четыре дня придет не купил я ничего закажу это лекарство на ebay масочку надеваю когда хожу по магазинам каким-то чтобы не подцепить ничего я так переболел сильно таких хреново было недавно только вылечился корона тайм все сейчас едем на почту отправляем посылки отправляем там документы всякие и все моя машина стоит одна денешь а вот еще какая-то стоит все купил даша новую подставку дальше подставка под телефон сломалась такую розовенькую была довольна на почте людей как обычно хотят добавляй блин никогда вообще здесь паркинга нет ничего вечно блин какая-то о нашел свободное место больница какая-то беда с машиной мы их снова начинается не знаю что это такое так вот бьет когда руль немножко поворачиваю видно там какая-то деталь которая соединяется с колесом и с рулем получается видно она там где-то расшаталась короче когда поворачиваешь руль туда-сюда дергаешь его то там что-то такое бьет такой тык 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 типа как люфт такой появился это люфт чего можете мне пожалуйста помочь механики кто механик а ну-ка быстро написали в чем проблема быстро в комментарии я шучу пожалуйста ребят если знаете что это за фигня напишите пожалуйста в комментарии что это такое вообще нужно пустить руки в машину и починить ее был бы очень благодарен так я пошел ребята отдавать свои посылки здесь у меня вот целая куча посылок и бей кто не знал я топовый и бей селлер занимаюсь и бей продажами самую малость вот и здесь личные документы продлеваю work авторизейшн то есть есть такая карточка называется work permit work авторизейшн это та карточка которая позволяет тебе так сказать официально легально работать в сша и у меня эта карточка она уже выходит срок годности у нее каждые два года ее нужно менять и получается чтобы поменять эту карточку стоит все это дело 400 баксов если ты делаешь сам а если ты делаешь через всякого рода русских там адвокатов паралегалов и тому подобное то они еще берут 300 баксов за свои услуги то есть и того получается 700 долларов я когда позвонил этим адвокатом говорю здрасте мне там нужно продлить work авторизейшн они мне говорят до 700 баксов я чуть глаза на лоб не вылезли 700 баксов нифига себе и я короче разобрался со всей этой темой сам во дня блин разбирался и все сделал сам все возможно все возможно сэкономил 300 долларов так значится отправляю свои посылки которые у меня купили за два дня отправляю документы и еду платить за свой пар кстати я забыл деньги за апартмент взять значит еду домой а потом еду платить за апартмент а а а а а Субтитры подогнал «Симон» Все, отправил. Ребята, злюсь сам на себя. Расскажите мне, пожалуйста, как натренировать внимательность. Вот эти документы, которые я только что рассказывал про work authorization, я их отправил месяц назад в эту организацию. Эта организация находится в Техасе. Они продлевают этот work permit. Они мне вернули мои документы. Я уже испугался. Я думал, что я что-то не так сделал, потому что я проверял все по 10 раз. И получается, я указал разную дату на документах. То есть на документе у меня одна дата. Чек я приложил. Там можно оплачивать только чеком. Я приложил чек, а на чеке написал другую дату. Из-за этого они мне вернули эти документы. Сказали, что дата на документах и дата на оплате чека должна совпадать. А у меня такая ошибка была. На документах указал дату по-американски. То есть месяц, число, год. А на чеке указал по-русски. Типа день, месяц, год. Перевернутая такая дата получилась. И сейчас я все это исправил, все сделал. 10 раз все перепроверил. Такой думаю, ну все, сейчас все будет нормально. Написал адрес. Подошел на окошко отправлять. Она такая говорит, ой, а ты отправляешь туда-туда? Типа в этот офис, там где делают ворк-пермит? Я говорю, да. Она говорит, у тебя здесь ошибка типа в цифре. Блин! Я такой думаю, ё-моё. Вот просто сидела бы там какая-нибудь женщина, которая такая же невнимательная, как и я. Или тебе забила бы и все. И мои бы документы просто полетели бы сейчас неизвестно куда. Короче, не знаю. Я проверял все 5 раз. А она такая говорит, ты не хочешь проверить второй раз адрес? А я, зная себя, говорю, да, я хочу проверить второй раз адрес. И я беру, там ошибка. Блин, я все исправил заново. Я не знаю, что со мной происходит, блин. Чего это за фигня такая? Во всем разобрался, все сделал. Там такая серьезная очень работа. Там все на английском, вся документация на английском. Слова такие сложные на английском. Ну, я все это сам во всем разбирался. Все, весь такой сложный путь сделал сам. Сэкономил 300 долларов. А, как обычно, ошибку допустил в дате. И сейчас ошибку допустил в адресе. Е-мое. Ну, все, сейчас отправил все четко. Спасибо большое почтовому отделению. Всегда, когда сюда прихожу, всегда я доволен сервисом. Я сделал свои дела. Ха-ха. Круто, круто. Я, короче, только что отправил посылки. И у меня прямо сейчас еще одну купили посылку. Значит, сейчас я еду домой. Запаковываю еще одну посылку. И что делаю? Еду назад на почту. И еду оплачивать апартмент. Так что сейчас мы еще с вами немножко покатаемся. Задним ходом с парковки выезжал на почте. Слышу, кто-то кричит. Блин, на тормоз нажимают. Дед там какой-то сзади. Я медленно сдавал, а дед какой-то шел. Я посмотрел в зеркало вот в это, в боковое. А деда не было видно, потому что он как бы за задней стойкой перекрылся. И я его в два зеркала не видел. Слава богу, я ни на газ не нажимал, ничего. Ну, просто медленно. Очередной раз сам для себя замечаю, что, ребята, неважно, камера у вас там, не камера стоит. Посмотрели вы, не посмотрели. Всегда езжайте медленно. Не думайте газ нажимать, когда сдаете задним ходом. Всегда медленно. Я сейчас медленно сдавал, и мужик такой, вау, 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 кричит. Я слышу, блин, кто-то там кричит. На тормоз нажал. Смотрю, никого нету. А потом, смотрю, из-за задней стойки выходит дед. Блин, ё-моё. Задавил бы его нахрен. Ребят, немного планы поменялись. Ловлю. Ага, немного планы поменялись. Посылку отправлю завтра. С момента покупки на ebay у меня есть ровно два бизнес-дня, то есть два рабочих дня, чтобы отправить эту посылку. Человек купил сегодня посылку, я распечатаю сегодня вечером, и завтра утром уже поеду на работу, и там перед работой отправлю посылку, все окей. Почему поменялись планы? Потому что мы сейчас приехали в парк, и Даша будет проводить онлайн-растяжку. Она проводит обычно на океане растяжку. Приходят люди, что ли, мастер-класс, растяжка на свежем воздухе. Вот, и сейчас закрыты все пляжи в Лос-Анджелесе. И мы нашли парк, парк Гриффитской обсерватории, он открыт. Здесь люди немного ходят. Мы взяли с собой покидать тарелку, подтянулись два наших друга. И сейчас Даша будет в инстаграме делать онлайн-трансляцию, и мы будем делать растяжку онлайн. Через три минуты начинается онлайн-трансляция в инстаграме. Будут подключаться люди, так что все, мы растягиваемся. Потом же едем оплачивать апартмент. Продолжение следует... Ребята, у нас после растяжки обед на природе. Пицца тайм. Так, друзья, и уже следующий день. У меня за ночь купили очень много посылок. Покуда я спал, народ покупал мои посылки. И как обычно, на почте нету места, где припарковаться. Смотрите, что вообще. Нету просто места. Сзади какое-то место. Хоп-хоп-хоп-хоп. Что-то там узенько как-то совсем, блин. Еще у меня машина такая. Что у меня купили за ночь? Смотрим. Это все, что купили за ночь. Маска тут использованная какая-то. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять посылок купили. Опять моя невнимательность. У меня клиент купил мою вещь, которую я продавал. Тридцать шесть штук он купил. И, короче, я перепутал адреса. Не то отправил. То, что нужно было отправить. Он мне сегодня написал. Говорит, мне пришло не то, что я заказываю. Я немножко попал на бабло. Из-за своей невнимательности. Я вообще не знаю. Я что-то какой-то рассеянный, блин. Последнее время вообще. Не могу собраться. Я ему ответил, что, в принципе, ну, все окей. Там моя вина. Я верну тебе деньги и отправлю тебе твой товар бесплатно. Но он мне что-то ничего не отвечает уже целый день. Не знаю. Если он забил, ничего не ответит. Ну, значит, так и останется. А если он скажет, да, окей, отправлять, то придется ему отправить. Ну, это мне маленький урок. Учусь на своих ошибках. Завтра я уже иду на работу. Так что увидимся завтра, когда я буду мыть машину. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok